Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов – звукорежиссер. Родион Золотарев. И в начале нашего эфира я хочу пояснить для наших радиослушателей, что история, о которой мы сегодня будем говорить, история Юлии Савиновских вызвала большой резонанс и в России, и за ее пределами. И после операции по уменьшению груди ее лишили родительских прав на приемных детей в России. И вот уехав в Испанию, она совершила каминг-аут, признавшись в том, что является трансгендером. И теперь его зовут Фрэнсис. Добрый день, Фрэнсис. Здравствуйте. Вот ваша история стала очень резонансной, она широко обсуждалась и за пределами России. В Латвии тоже об этом слышали. Насколько тяжело вы пережили все, что происходило? Ну вот то, что было. Давайте сначала будем поправляться, давайте сначала будем носить ясность в преамбул, так сказать, чтобы потом меня никто не обвинял во лжи. Потому что как раз из этого очень складывается сильно та тяжесть, с которой мне приходится все переживать. Потому что там, где журналисты один раз не дослушали, не поняли, потом меня обвиняют во лжи постоянно. Операция была не по уменьшению груди, ребята. Это была мастектомия, то есть это было полное удаление молочных желез. А, и плюс она была маскулинизирующая, то есть это, грубо говоря, должно было быть похоже на мужскую грудь. Ту самую, которую можно показывать на улицах и в интернетах без всякой цензуры. Вот. И что? И родительских прав меня не лишали. Мне угрожали отъемом моих собственных детей, если я не успокоюсь и не перестану бороться. А приемных детей, я хочу сказать, у меня просто похитили из дома. Потому что, во-первых, меня ждали около дома. Меня не оповестили ни о проверке никакой заранее. Как это положено по регламенту? То есть вот есть система социальной политики, она устанавливает какие-то законы, свои собственные регламенты делает и должна как бы этим регламентам сама следовать. Этого не случилось. То есть те люди, которые пришли ко мне домой, они мне угрожали раскрытием моей медицинской тайны, потому что им было известно, что я трансгендер с самого начала. Они меня шантажировали проблемами от полиции, от прокуратуры, если я не отдам им детей. То есть и под давлением мы детей приемных отдали. Опять же, с тем условием они сказали, если вы сейчас не будете устраивать никаких проблем, то вы в понедельник придете в опеку, и мы вам скажем, как вы человечески, без скандалов, грамотно, хорошо, какие проблемы нужно уладить, чтобы ваша семья воссоединилась. Мы посчитали этот путь самым гуманным, что ли, для детей, для семьи, и пошли на это. Возвращаемся к вашему вопросу. Как мне? Да, ну вот очень важное уточнение. Мы вам благодарны, что вы пояснили, потому что действительно в СМИ о вас много очень противоречивой информации, и это очень важно, что вы сказали в самом начале, и мы расставили точки над «и», чтобы продолжить наш разговор. Ну вот, продолжая, и о том, что вы пережили, учитывая, опять же, что писали много, писали всякое, писали разное, и мы хотели бы из ваших уст услышать. Вот ваши ощущения, когда все это случилось? Ощущения. Опеке было известно с самого начала, что я трансгендер, потому что, когда они пришли ко мне домой и стали мне угрожать и шантажировать, они мне говорили, что им стала известна информация, что я сделал незаконную операцию. И я, будучи очень сильно напуганным, сам собственноручно показал им бланк-выписку из хирургии, с бланком, с печатью, с подписью врача, где было написано, что какая операция была, естественно, была абсолютно законной. Я до этого прошел необходимые исследования, в том числе психиатрические. Их у меня много. Я здоров, я адекватен, полноценен, абсолютно. Вот. И они уже, основываясь на этой выписке из хирургии, сделали запросы везде, то есть тем же психиатрам моим, и узнали полностью всю информацию, то, что у меня есть статус трансгендера, то, что я прошел комиссию, которая признала меня трансгендером. И, собственно, вот они об этом знали с самого начала. Об этом знали все уполномоченные, об этом знали министры, об этом знал мэр города, который мне помогал очень сильно. Об этом знали все люди, которые как-то вот начинали просто мне помогать. Общественная палата Российской Федерации. Люди знали все, кто мне помогал. Другое дело, что я абсолютно считаю, что я не был обязан рассказывать об этом всем. Ну, кто-то считает там какая-то, допустим, условные какие-то там малознакомые мне люди меня сейчас обвиняют, что ну почему-то сразу, допустим, мне сказала, что ты вот, ты же всех обманывала, ты же говорила, что ты не трансгендер. Я не говорил, что я не трансгендер. Я уходил от этого вопроса обычно. Не люблю врать. Я говорил, например, что это лично мое дело. Что то, что я делаю со своим телом, простите, я не у ребенка почку изъял и вырезал. Мои сиськи, которые мне мешали, мое личное дело. Другое дело, что те же самые органы опеки, то же самое Министерство социальной политики в суде, имея абсолютно все документы мои в суде, чтобы натянуть закон на свое видение реальности, шли на подлог. Например, на первом суде, где, собственно, постановили мне детей не возвращать и не восстанавливать меня в статусе опекуна, юрист юридического отдела Министерства социальной политики Свердловской области сказал суду, что я долгое время находился на психиатрическом учете. Спросил моего мужа, знал ли он об этом. Но так как этого факта не было, никогда не было, и мой муж сказал, конечно, нет, суд признал, что мало того, что я псих, и поэтому мне нельзя возвращать детей, хотя это неправда, и документов представлено никаких не было. Мало того, что я псих, еще и муж об этом не знает. Из чего сделали вывод, что в нашей семье недоверительные отношения. То есть прямой подлог, прямое лжесвидетельствование, и по цепочке все суды подтверждают это. На судах творился цирк с конями. Органы опеки через суд, получив все мои медицинские бумаги, то есть ту информацию, которую я рассказывал один на один своему личному психиатру на консультативных приемах, не на учете находясь. Вся эта информация была слита средством массовой информации, федеральным. Ну, журналисты, которые этим занимались, я не могу их называть журналистами, я думаю, что это низко с их стороны было, они считают, что они борются таким образом за правду. То есть в этой ситуации мы получили принудительный аутинг. Я не признавался, я не совершал каминг-аут по многим причинам, в том числе потому, что мне обещали помочь вернуть детей, если девочка моя. Но ты же понимаешь, в какой стране ты живешь. Давай мы не будем сделать громких заявлений, раскачивать лодку, в лодке стертошнит уже. Вот, мы тебе поможем детей вернуть, а ты будешь себя тихо вести, не будешь делать громких заявлений и флагами полосатыми размахивать не надо. То есть на одной стороне, давайте я признаюсь ему милу, Холивар здесь объявлю, на второй чаше весов у меня две маленькие никому не нужные, кроме меня, в жизни. Выбор очевиден для нормального, здорового, осознанного родителя. У вас сегодня есть надежда вернуть приемных детей? Смотрите, один мой сын уже попал в приемную семью. Еще один остался в детском доме. И вы знаете, я, наверное, уже умру, когда перестану надеяться. Есть надежда? То есть, во-первых, ну, прежде всего, что этот режим не вечен. Ну, простоит он еще два года. Люди уже начали понимать, что творится какая-то просто чушь, что инвалидом не жить. Кстати, вот буквально на днях у Сталин ГУЛАГа очень клевое вышло интервью о том, как живут в России инвалиды. У Варламова он был. О том, что у нас, в принципе, нет какой-то особо притесняемой категории людей. То есть я, конечно, трансгендер, мне, конечно, досталось, но я хотя бы имею руки и хотя бы имею ноги, я могу выйти с пикетом, я могу бороться. Просто представить, каково количество людей, которые заперты в четырех стенах и которые по лестнице спуститься не могут или, допустим, трубку телефона поднять не могут. Они настолько изолированы от общества, они настолько лишены любого способа добиться чего-то, каких-то улучшений в своей жизни. Блин, это уму нерастяжимо, как Нилкейман говорил. Простите. Ну вот то, что вы трансгендер, вам помогла понять ваша дочь. Опять же, я читал это в интервью, может быть, вы сможете поправить. Мы уже говорили в начале эфира, много всего пишут. Да, она меня просто... Надо было хоть откровенный такой разговор. Это буквально... Это знаете, на что было похоже? Вот когда ты гоняешь в своей голове, оно не выходит никуда наружу. А когда ты начинаешь проговаривать, это же как это, самоанализ, как это все называется. То есть ты начинаешь проговаривать, проблема становится более очевидной. И ты практически сам приходишь. То есть как все строятся работы психологов? То есть он тебе задает нужные вопросы, ты сам себе на них отвечаешь. Произошло примерно то же самое. Да, мы говорили на откровенную для себя тему, на которую я сам с собой подумать, поговорить не мог. Не мог остановиться, не мог вот это сесть и заглянуть везде глубоко. А этот откровенный разговор, когда нужно признаваться, когда нужно понять, чего ты от себя хочешь. Вот он состоялся. Ну да, наверное, можно сказать, что она помогла. Вот вопрос от нашей радиослушательницы. Она пишет в Фейсбуке. Вопрос следующий, я цитирую. Я бы спросила, как муж переживает смена пола и как они планируют или нет жить дальше? Ведь он женился на женщине. Вот как можете прокомментировать? Если хотите, конечно, отвечать вопросом. Снова будем ясность вносить в формулировку. Никакой смены пола не существует. И вот эта вот фраза, в цивилизованном обществе от неё надо избавляться со страшной силой. Люди же не говорят, что Черномазову не взяли в университет. Например, просто. Все говорят, что афроамериканец не поступил. Так вот, эта вот фраза, смена пола, она отвратительна по сути своей. Мы рождаемся с определённым набором генетическим, хромосомным и всё на свете. И у нас или от рождения, или в детстве что-то закладывается, существует психологический пол. И он с нами, и его не нужно менять. Я всегда чувствовал себя мальчиком. До сих пор. И буду, видимо, чувствовать дальше. И можно что сделать? Можно изменить свой паспортный пол. То есть ты приходишь в ЗАГС и говоришь, переправьте мне букву ЖО на букву МУ. И всё, я буду счастлив. То есть вот в этом плане, да, смотрите. Когда-нибудь это возможно случится, но перспектива очень долгосрочная. С мужем, когда мы познакомились, у меня уже была старшая дочь, я считала свою биологическую миссию выполненной по продолжению рода и всё такое. И поэтому, в общем, я не хотела соглашаться на эти красивые отношения. Он был сильно моложе меня, и я как мог сопротивлялся. Сопротивлялся в том числе тем, что всё, что он себе обо мне придумал, неправда. Что на самом деле я точно такой же парень, как он. Поэтому, эй, мальчишка, отстань от меня. Вот, то есть с самого начала человек, близкий мне, который меня любит и которого я очень сильно люблю, могу жизни отдать точно, 100%, был поставлен в известность полную. Мы были откровенны абсолютно о том, кто я и чего мне нужно от этой жизни. Он похихикивал, он что-то воспринимал всерьёз, что-то не воспринимал. Но на принцессу я... Нет, вы знаете, я до сих пор могу в каблуки и в платье. Если подумать. Если хорошо подумать. И вы тоже можете, я уверена. Так вот. Мы вместе. Я не могу сказать, что он сильно переживает. Он переживает скорее нашу разлуку сильно. А вот мои шаги в переходе, он не переживает абсолютно, потому что ничего не изменилось. По большому счёту, в общем, не изменилось ничего. Я дал себе немножко больше боли. Я перестал, в конце концов, отращивать косички, покупать бесконечные платья и вешать их в гардероб, потому что не могу понять, что же мне они не подходят. Оказывается, всё просто. Мне платье просто не подходит. Мне подходят... Guns N' Roses. Футболка с надписью Guns N' Roses для наших радиослушателей. Да, Guns N' Roses. И мне подходят джинсы, и мне подходят босиком или кроссовки. Но я могу в каблуки. Вот комментарий из Фейсбука. Сергей просит вам передать. Читал историю про приёмных детей в Фейсбуке. Очень трогает. Просто передайте слова поддержки. Вот такой комментарий. Огромная благодарность всем тем людям, которые меня поддерживают. Есть люди, которые сначала говорили, что заелись, потом немножко начали вдаваться, поняли, что и где и как лежит, откуда растут ноги в конце концов. Потому что эта история, она не про трансгендерность, не про отрезанные сиськи. Это просто капец. То есть у меня вот этот заголовок «Женщина, удалившая себе грудь Юлия Савиновских». Преследует меня этот заголовок сколько времени уже прошло. Скоро два года. Это история не про сиськи, не про отрезанные, не про какие, которые всё ещё мять продолжают. Это история про беспредел, который творится в России. Это история про беспредел, когда нет закона никакого, даже непонятия. То есть вот эти тёти, моти из опеки, они испугались. То есть это история про трансфобию, это история про гомофобию, которая нахрен испортила жизнь целой семье. Вот про кто эта история. Вы просите не использовать эту формулировку, но вот всё-таки так же хочется пояснить. Я хочу, все издания абсолютно, прошу не использовать эту формулировку. Я прошу не говорить, что меня признали мужчиной. Я не говорил, кстати, этого. Я сказал, что подтвердили мой статус трансгендерного мужчины, но им так нравится, они так пишут. Хотя вот буквально такие маленькие нюансы, сейчас эта тема только начинает какое-то становление своё. И очень-очень важно определиться в формулировках, потому что это очень больно сказывается на людях, на сообществе. А другие люди, те, которые думать не могут или не хотят, те люди, которые погрязли немножечко в телевизоре и пропаганде, этим людям, наоборот, гораздо проще становится мыслить шаблонами и делать больно остальным, если хотите. Но физиологически вы не делали операцию по смене пола? Смена пола? Вот я же говорю о том, что вы просто не используете эту формулировку, но для того, чтобы донести свою мысль, я хочу, чтобы вы поняли меня. Что вы имеете в виду? Я не понимаю вас. То есть обычно, когда мы можем вспомнить, кстати, академика Кандерса, который в Латвии живёт, он провёл первую операцию в СССР ещё в 60-е, когда сделал физиологически женщину-мужчиной. Ну и, соответственно, наоборот. Что делать с женщиной-мужчиной? Ну, чисто органы. Здесь речь идёт о физиологии. У меня есть операция мастектомия. С этим определились. У меня есть вагина. Я люблю свою вагину. Мой муж любит мою вагину. Я оставлю её себе. Ну, теперь всё понятно. Да, у нас звонок. Радиослушатели на линии. Давайте... Да, слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Слушаем вас. Я ещё раз напомню. Телефоны прямого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Да, слушаем вас. Вот я хочу вашу визависть спросить. А вот она не думала о том, что... Если бы детей оставили с ней, после того, как её, можно сказать, ослабили во всех средствах массовой информации, детям бы жизни не было. Потому что и соседи, и в садике, в школе, везде детям бы кто-нибудь что-нибудь говорил. Прикрались, смеялись и тому подобное. Может быть, действительно лучше, чтобы детей взяли? Да, спасибо вам за вопрос. Да, спасибо. То есть, пока в систему, детям сейчас будет хорошо. То есть, в любящей семье... Вы знаете, у нас тыкают пальцем абсолютно во всех. У нас прогоняют детей-инвалидов из бассейнов, из детских площадок. Тыкают в них пальцем, смеются и гогочут. У нас буквально вчера сотрудники Нижне-Новгородского какого-то дома отдыха отказались в принятии детей с ВИЧ-статусом. Просто сказали, мы не будем обслуживать 50 детей с ВИЧ-положительным статусом. Мы знаем, что он не передаётся воздушно-капельным путём, но всё равно боимся. То есть, люди... А, в Москве у нас выселяли из подъезда больного, раком ребёнка. Люди всегда, абсолютно всегда найдут, из-за чего показать пальцем. Весь тот непроходимый пиздец, который сейчас творится в России, происходит из-за того, что вот эти кумушки сидят по углам и говорят, как бы чего не вышло. И вот эти тёти Моти, которые пришли из опеки, эти тупые курицы, они тоже это сделали. Они нарушили закон, они нарушили свой собственный регламент, потому что они боялись, как бы чего не вышло. Потому что, а вдруг что-то начальник скажет, а вдруг что-то там сверху скажет, а не дай бог на кого-нибудь вождь не так посмотрит. Имеем то, что имеем. Эти люди, кстати, кстати, эти люди, вот ты вроде ничего не делаешь плохого, ты хочешь сделать мир лучше, ты берёшь из детского дома двух больных детей, ты ставишь их на ноги, у тебя их потом забирают, не потому что ты каминкаут совершил, а просто потому что ты жил своей тихой жизнью и пытался быть счастливым. И раз они не находят ничего плохого, а они искали, они очень искали, они несколько раз опросили всех моих соседей на предмет, не возвращаешь ли я к пьяным домой, не дебоширим ли мы, не слышно ли через стены, как мы друг на друга с мужем орём. Но соседи у меня были просто шикарные, никто ничего не слышал никогда, ну или мы шикарные, что никто ничего не слышал никогда. Так вот, раз ничего не нашли, эти люди придумали и начали рассылать по пабликам, по общественным деятелям информацию о том, что мы детей растляли и что мы угрожали начальнику опеки. То есть тут есть статья в инсайдере, кстати, есть у меня доказательства, у меня есть скрины. То есть после того, как этих людей обвинили в том уже, они были подозреваемыми, те же самые люди, которые забрали у меня детей, они проходили подозреваемыми по делу о торговле детьми. Тот же самый детский дом, те, та же самая опека у нас торгуют детьми в городе Екатеринбурге, Орджоникидзовский район. Там, правда, ничего не находят. Дичайший приезжал Бастрыкин и брал все на свой контроль, но потом что-то этот контроль как-то, видимо, что-то там порешали где-то, и он уехал обратно, этот контроль. Так вот, эти люди, которые торгуют детьми, которые у меня, моих детей забрали, начали распространять про меня информацию, что детей у меня из дома забрали в розовом кружевном белье, что дети начали рассказывать о том, что мы их совращали, и что, ну вот все. То есть они не пошли с этим ни в какие следственные органы, никуда. И они это все распространяли по пабликам приемных родителей, по общественным деятелям. И вот потом уже до меня, мне прислали эти общественные деятели, эти скрины. Я, естественно, написала заявление в полицию о клевете. И знаете, чем закончилось? Сначала просто не хотели возбуждать, а потом, в общем-то, просили эту женщину. Она сказала, что у нее хакеры сломали телефон, взломали, и с ее телефона, с ее номера рассылали этим общественным деятелям хакеры информацию такого рода обо мне. Вот. Ну и опять же, эти же самые люди инициировали уголовное дело в отношении меня. Это вот просто, это, ну, вот, 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 ничего я не сделала плохого, никому, только хорошее. Вы в этом интервью говорили о том, что ваши дети называют вас сейчас мама. Какой вы родитель? Запрещайте им что-то строгий. Ой, вообще из меня веревки можно увидеть. Папа, он ругается, сейчас говорит, приеду. Какие конфетки, какие. Круассаны на утро. Все, все на овсянку быстро. Ну, да, позволяю лишнего, позволяю, не знаю, да нет, я не строгий. У нас звонок еще. Да, примем звонок, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Вопрос. Кстати, к вам тоже, Вадим. Да. Поправили звонившую насчет того, что не она, а он. То есть, как, вот, я абсолютно ничего против не имею. Считайте себя кем хотите. Почему другие должны к вам обращаться, употреблять слово «он» или «в мужском роде?» Как вы считаете? Да, спасибо вам. Спасибо. А почему вы считаете, что к вам нужно обращаться в мужском роде? Это от каждого человека зависит, наверное. То есть, если вам некомфортно, ну, откуда вы знаете, что я она? Что вам дает право думать, что я она? Ну, вот еще Дмитрий спрашивает у вас в Фейсбуке, как вы относитесь к операциям? Опять же, формулировка, которую вы не любите, но, так или иначе, прочитаю без купюр. По смене пола детям и подросткам до 18 лет. Операции детям и подросткам до 18 лет по смене пола? Ну, я так понимаю, что люди под сменой пола фалопластику или иначе? Подразумевают именно смену половых органов. Ну, вот так это, наверное, можно сформулировать. Не делают. Это, знаете, это страшилка. Это фейк, запущенный российской пропагандой. Этого не делают. Этого не делают. Ну, вы как относятся. Человек до 18 лет неприкосновенен. Никакие операции никому не делают нигде на Западе до 18 лет. Могут признать, могут оказать психологическую поддержку. То есть, грубо говоря, приходит человек к психологу и говорит, знаете, мне кажется, я трансгендер. Ему никто не говорит, ты просто больной. Ему не говорят, да-да-да, ты трансгендер. Нет. Ему говорят, хорошо, давайте разбираться. Давайте разбираться, как вы думаете, что вы думаете. Человека не укрепляют ни в какой мысли, ни в это, ни в противоположное. Никто не давит. Никто не делает детям и подросткам операции. И еще звонок у нас. До 18 лет никаких. Да. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Да, задавайте вопрос. Александр. Да, Александр. Вы знаете, кто вы, он или она, есть, так сказать, первичные половые признаки? Александр, давайте без рассуждений задавайте вопрос, если есть. Мало времени у нас. Сергей, вот у меня к вам вопрос такой. Вас признали психически больной. Меня признали психически здоровым. Да. Александр, давайте без елоков. Это информация, да. Вот, включился уже Александр. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте, слушаем вас. Это снова Дмитрий. Да, Дмитрий. Видите ли, если кто-то плавает как уточка, крякает как уточка и выглядит как уточка, то это, скорее всего, уточка. Если бы у вас была борода ниже колена, да, то есть и выпирал мужской половой орган, то, скорее всего, я обращался бы к вам, как он. Но, видя вашу фотографию, вы меня простите, но все-таки к вам буду обращаться она. Ну, смотрите, Дмитрий, у меня нет бороды. Ну, я тогда не буду с вами общаться, если вы ко мне будете обращаться так, как мне не нравится. И все. Потом, бывают мужчины с оторванными членами, бывают мужчины с микропенисами, которых не видно ни в брюках, ни в брюках не видно. Да, Фрэнсис, Дмитрий, слушаем вас, потому что, когда одновременно говорите, вы друг друга не слышите просто. Дмитрий, слушаем вас. Я еще раз говорю, если вы бы считали себя Наполеоном, я бы вам должен был обращаться к господин Наполеон? Давайте, вот смотрите, оставим этот вопрос специалистам. Если специалисты признали меня здоровым и указали, что мой психологический пол мужской, у меня нет раздвоения личности, у меня нет шизофрении, и я в соответствии со своим психологическим полом могу называть себя мужчиной. Моя душа мужская. Ну вот, Фрэнсис, помимо реакции вашего мужа на ваше заявление, реакция в обществе, близких людей последовала? Кто-то отвернулся, может быть? Или поддержал наоборот? Вы знаете, мне очень везет в моем близком окружении на очень умных и адекватных людей. И это же, знаете, как-то не с неба свалилось. Они же меня знают, сколько долгое время уже ни для кого не было сюрпризом. То есть основная реакция была, ну да, видимо, да. Ну, видимо, мы не то чтобы прямо знали, но мы догадывались. То есть они это видели, они это видели во мне, они видели это раньше. Но вы какое-то время пытались себе это подавить? Конечно. Очень долгое время. Вот, собственно, после замужества и после первого, и после второго пытался быть красивой женщиной. То есть у меня куча фоток, где я с прическами, с макияжем, в платьях. Я пытался. Я пытался, да, я пытался подавить, я пытался найти себя в женском образе. Но это, блин, это было насилие над личностью. Вы уехали в Испанию. Вы планируете вернуться в Россию? Ну, это к вопросу, собственно, могу ли я надеяться? Я надеюсь, что все-таки люди перестанут быть рабами и перестанут терпеть это все. Я думаю, что когда-нибудь все-таки произойдет смена режима. И в России все-таки будет правовое общество, там, где работают законы, там, где чтят и любят конституцию. И там, где можно будет за свои права бороться и отстаивать их, а не вот это вот все, как сейчас. И почему бы и нет? Но Испания вас приняла? Вы чувствуете себя в комфорте в этой стране? В безопасности. В безопасности. Вы знаете, вот я сегодня почему опоздал на эфир? Мне сегодня позвонил с утра мой куратор, говорит, быстро собирайся, бежим в администрацию. Сделаем прописку, напишем, значит, договор на водяной счетчик на тебя и запишем детей в новую школу. Я туда прибегаю, и это очень маленькое село, но на администрации городской висит полоцатый флаг ЛГБТ и рядом висит трансфлаг. Та-дам! Тут же приходят люди из департамента образования, тут же, значит, еще какие-то что-то там по работе связанное, с каким-то местным просвещением. Они говорят, как здорово, вы попали, мы в пятницу все вместе идем, там будет, у нас в городе есть кроме вас один трансгендер, мы вас познакомим. То есть весь город знает, что у них есть трансгендер, у них еще есть две лесбиянки и два гея. Ну то есть вас там приняты? Они не привозят никому никакого вреда. И, собственно, почему кто-то их должен не любить? Или любить? Они любят друг друга, и больше никто никому ничего не должен. Ну что ж, это хорошая такая нота для того, чтобы закончить, звукорежиссер нам подсказывает. В пятницу мы будем встречаться, вот просто так, как идет сейчас месяц гордости ЛГБТ. Вот в пятницу у нас будет... Мы собираемся, значит, сколько получается? Два гея, две лесбиянки, один трансгендер, пять человек ЛГБТ, которые здесь без меня. То есть я иду с ними, знакомиться, и просто приходят люди, которым интересно их послушать. Ну что ж, спасибо, спасибо вам. Мы вот вынуждены, к сожалению, заканчивать эфир. Времени мало сегодня у нас было. Но спасибо, Фрэнсис, что согласились выйти. Вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарева. Спасибо, всего доброго и до свидания. До свидания. Спасибо, ребята, до свидания.